Интервью с представителем генерального спонсора компании Ата Холдинг и Сифа Магаевым. И Сиф Мялим, сегодня сразу несколько очень ярких эпизодов произошло с вашим участием. Во-первых, это то, что вы увеличили призовой фонд лучшему телезрителю до 10 тысяч монатов. С другой стороны, вы объявили о очень интересной инициативе Ата Захурта, приуроченной к 10-летнему юбилею компании. Пожалуйста, поподробнее расскажите, как вы пришли к такому решению и как можно больше информации хотелось бы нашим телезрителям узнать о предстоящем конкурсе. Ну, в первую очередь, конечно, дело в том, что основным, скажем так, моментом этой игры, этой серии было то, что мы объявили о том, что в этом году отмечается 10-летний юбилей компании Ата Захурта. Ну, как ведущий уже раскрыл этот секрет, я думаю, не имеет смысла, дальше его держать в тайне. Я, хотя и представляю интересы всего Ата Холдинга здесь на играх, фактически я являюсь сотрудником компании Ата Захурта. И из тех 10 лет, которые прошло с момента ее основания, больше пяти я являюсь ее работником. Поэтому этот юбилей, на самом деле, как я отметил на игре, он для нас очень важен и мы его считаем знаковым, поскольку это подведение, наверное, самых таких основных итогов в развитии компании. Как я и говорил, наш страховой рынок, как и вся экономика Азербайджана, находится в стадии очень динамичного развития. И 10 лет – это достаточно немаленький срок, когда мы можем, уже оглядываясь спокойно на прошедшие годы, сказать о том, что компания Ата Захурта действительно динамично, шаг за шагом развивалась. И на сегодняшний день компания имеет уже 6 филиалов, 6 представителей, 6 торговых точек, то есть офисов продаж в различных регионах республики. И это, в принципе, достаточно большой задел к тому, чтобы идти и развиваться дальше. Почему мы объявили об этом именно в осенней серии игр? Как я уже говорил, в этом есть некоторый символизм, потому что именно осенью, а именно в сентябре 2004 года компания Ата Захурта впервые получила лицензию на осуществление страховой деятельности. Поэтому мы решили приурочить именно осеннюю серию игр к празднованию нашего юбилея. А то, что касается увеличения призового фонда для лучшего телезрителя года, то здесь тоже сыграл большую роль именно символизм, поскольку 10 лет, ну что можно презентовать на 10 лет? Конечно, 10 тысяч монат. Я думаю, это как бы очень обрадовало наших телезрителей, поскольку 10 тысяч монат, конечно, сумма, хотя и не астрономическая, но, в принципе, достаточно внушительная. И она может способствовать дальнейшему развитию каждого человека, причем очень хорошим заделам для дальнейшего. Я думаю, что тот телезритель, который получит эту сумму по результатам года, уже в финале года, соответственно, он ее, так сказать, использует и расходует в самых лучших целях. Останавливаясь на конкурсе, который мы объявили, это конкурс «Ищем юбиле рэм». Он тоже был задуман нами именно в рамках празднования нашего 10-летнего юбилея. И он имеет как бы определенную, я бы даже так сказал, социальную направленность. Дело в том, что мы ежедневно на работе, на службе, общаясь с друзьями, знакомыми, близкими, часто сталкиваемся с людьми. И, хотя я бы даже сказал, наверное, не так уж и часто, но я рад, что таких людей немало. Лично на моей памяти и в истории моих знакомств таких людей было немало, которые не просто работают, служат, посещают, как бы говорят, свою синекуру, а именно с любовью и самоотверженностью относятся к своему делу. Это на самом деле очень большое счастье и большая отрада. Любить то, что ты делаешь. Не просто зарабатывать, грубо говоря, себе на хлеб, а относиться к этому с любовью и с творческим подходом. Поэтому мы решили выявить как можно большее количество таких людей и объявили этот конкурс. Я еще раз как бы остановлюсь более подробно на его деталях. Дело в том, что в этом конкурсе может принять участие любой гражданин Азербайджана, достигший 16-летнего возраста. Суть его в том, что человек, который любит свое дело и хорошо его делает, снимает обыкновенный домашний, скажем так, видеоролик, ни долгий, ни длительный, продолжительностью не более 60 секунд и отправляет его на специально созданный нами портал тройной www.ishmebeler.az. Ну, для того, чтобы ни у кого не было никаких, скажем так, ошибок с его правильным написанием, его всегда можно найти по линку, как с сайта компании Атасуорта, это от асуорта.az, и со странички компании в фейсбуке. Этот конкурс будет длиться до 10 января, по результатам которого конкурсное жюри отберет три лучших ролика в разных номинациях. Каждый из победителей получит от Атасуорта денежное вознаграждение в размере 1 тысячи монад. Я очень надеюсь, что очень большое количество людей примет участие в этом конкурсе и нам будет из чего выбирать. Большое спасибо, Мюсиф Мелев, за такие интересные инициативы. И до встречи в последующих играх осенней серии. Спасибо, спасибо, до встречи.